В общем, на этой машине я доехал до часового, 1650 километров, в ней ничего не сломалось, только начал подтекать антифриз Ну, тошел, но я так понимаю, что он просто сверху переливался, вот отсюда из пробки В остальном все, и масло она сожрала, в остальном больше никаких проблем с ней не случилось Надо будет заполировать всю машину, убрать вот это все И, соответственно, уже можно будет полноценно на ней кататься В процессе езды, кстати, что выяснилось, ну вот помимо того, что стал подтекать антифриз Выяснилось, что не работает спидометр, не работает ничего, кроме, ну, дальний свет, ближний свет работает Не работают поворотики, такой здесь пока у нас мусор, грязь, но это мы все, естественно, уберем Зеленка не сломалась, доехала 1650 километров, это, конечно, да, на такой машинке Но, да, у нее, кстати, очень плохое рулевое управление, не знаю, что там в подвеске, но дорогу, особенно в колее, она держит очень-очень плохо И поэтому получалось, что ехали где-то иногда 60-70 километров в час Купил вот такую декоративную штуку, да, она на пистонах крепится, потому что с той стороны она есть А с этой ее не было, но сейчас все сделаем Все очень просто Все, и с этой стороны теперь тоже есть Только в часовом смогли найти вот такую маленькую тягу, ремкомплект привода двери он называется, да 60 рублей стоит, но только там была тяга, где вот такие штучки для замков Ну, в общем, то, что нам как раз и нужно было для того, чтобы сделать так, чтобы передняя дверь открывалась Еще нужно болтик вот сюда воткнуть Сейчас сделаем ручку, купили ее тоже Ручка, надо время отправлять отдельно, 60 рублей стоит Ручка, купили ее, два брызговика я купил, то есть, ну, какие-то такие вещи Пытаемся отверлить крепление брызговиков Берем мы прошли разрых,ased, логики,黃ип, д Stan fate Ну, ты啦 или пустая, не похожая Бесторая «Бесторая человек» Собрали правую карту двери, она вроде закрывается Ну, закрывается не очень хорошо снаружи Но тем не менее, убрали весь второй педальный узел Убрали вот этот колхоз, который был, поставил эту кнопочку Купили там еще ручку вот на ту дверь Потому что она вообще заклинила и не открывается, и не закрывается Что еще? Поменял, в багажнике лежала пробка, крышка радиатора вот этого запасная Я ее поменял, не знаю, по-моему, поджирает она масло Здесь отсюда все пропылесосил, там все пропылесосил Вон все коврики пропылесосил Поставили мы еще брызговики Теперь она выглядит более-менее нормально на новых брызговиках Вычистили багажник Из того, что не работает еще зеркало, она смотрит высоко вверх Надо что-то с ним придумать И вот сделать вот эту дверь, замок В остальном вроде все более-менее нормально К электрику сегодня съездили, правда еще не сделали Там что хотели, но тем не менее Да, еще не работала печка, но я почитал, что возможно это как раз для того, что пробка радиатора пропускает Сейчас мы посмотрим, будет она дуть горячим или будет по-прежнему дуть холодным Я вроде бы ее вычищал, вы все это видели Но здесь опять много мусора скопилось Коробку передач сделали Теперь она трогается с первой передачи, а не со второй В общем, в этом отношении все нормально Кулиса работает Теперь заработал спидометр Ну, вот эту штуку я не убрал Это вывод вентилятора Ну, видимо, уже так с ним я оставлю эту машину Вот, что еще Значит, по внутренней части мы сделали двери Но вот та дверь опять перестала открываться Честно говоря, не знаю почему Но, по крайней мере, вот это все мы собрали Здесь еще одного болтика не хватает Это мы доделаем Зеркала, наверное, я все-таки оставлю эти же, какие сейчас тут есть Дальше, что еще Под капотом, значит Давайте посмотрим, что у нас под капотом Сейчас я найду ключи от нее Под капотом Фильтр закрепили так, чтобы он не валялся Здесь чуть-чуть подкрасили Здесь была дыра Как вы помните, заклеили специальной такой пленкой Которая разогревается Ну, и подкрасили зеленым Здесь, соответственно, тоже подкрасили зеленым Также сделали, чтобы не было вот этих дыр Моторчик дворников у нас не работает И есть большие проблемы с подвеской Вот помните, я вам говорил, что она не рулилась Но она продолжает не рулиться И на тросе ее тащить невозможно на жесткой сцепке Надо этот вопрос каким-то макаром решать Честно говоря, пока не знаю как Но будем решать Дальше повесили брызговики Теперь это все вот так выглядит Красивенько сзади стало Вот, посмотрите И здесь тоже этот колпак, которого не было Мы колесо снимали, сделали обратно Подкрасили вот эти арки Да, с внутренней стороны Где они были ржавенькими Подкрасили и здесь Но опять цвет немножко не попал Ну, хотя бы не видно теперь большую Вот эту вот Ну, там замятость порога Скажем так Сейчас покажу, что сделали в багажнике Подкрасили багажник Подкрасили его антигравием Вот так сейчас все выглядит Ну, может быть, на еще один раз сделаем Посмотрим Ну, хотя бы уже нет такой большой ржавчины Купил я за 1000 рублей колесо Запаска Теперь, по крайней мере, у этой машины есть запаска Меня это радует Потому что его не было здесь Сделали вчера Купил я новые платы Задних фонарей И этот, и этот Купил патроны, лампочки Теперь все Фары задние горят Там же купил Ну, я вам показывал, что купил кнопку Аварийки Она вот там внизу И теперь все моргает и работает Ну, то есть, вот по ходовой части В целом, да Мы сделали практически все Сейчас надо каким-то макаром еще Делать дворники Не работают дворники Из такого, из большого Что бросается в глаза Не работают дворники Не работает звуковой сигнал И очень плохая подвеска В остальном Ну, машина была куплена за 30 тысяч Вчера я подсчитал Вместе с бензином в часовой Она мне обошлась в 63 тысячи рублей При том, что машина действительно Ну, вложения по ней были Действительно такие серьезные То есть, коробка передач Ее перебирали, да Это тоже такая большая Мы демонтировали все педали Кстати говоря, вот тот педальный узел Про который я вам говорил Ну, это, друзья Я сегодня все обязательно выброшу Здесь, ребята, закрепили это все Надо сейчас решать вопрос с подвеской И решать вопрос с дворником Печка, кстати говоря После того, как я поменял крышку радиатора Из-под нее сочился антифриз Выплескивался Ну, тут же клапан Видимо, клапан не работал На то и то же он работает не очень здорово Но печка стала дуть уже не холодным А таким теплым воздухом Надо получше закрепить этот поворотник На всех, да, такая болячка Что он просто-напросто вылетает куда-то Е-мое, и еще дворник сломался здесь Непосредственно сам дворник Так, 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 так Что еще здесь менялось Сейчас я вам покажу Менялся вакуумный усилитель тормозов Главный тормозной цилиндр Менялся рабочий цилиндр сцепления Прочищалась тормозная трубка Менялся левый внутренний передний тормозной цилиндр Тормозные шланги передние То есть работ было по ней сделано очень-очень много Когда ехал Меня, ну, то есть Вот отсюда выплескивался антифриз, тасол Этот момент тоже здесь вылечили Менялась одна из двух крестовин Хотя вторую тоже надо менять Менялся подвесной подшипник Опора кардана, по-моему, она правильно называется Менялся выжимной подшипник сцепления То есть много всего было сделано по этой машине Действительно То есть вот уже 33 тысячи Я потратил только на то, чтобы она ехала Ну, причем, знаете, друзья, в Чусовой, когда я ехал Она не сломалась ни разу Вот в чем удивительно, понимаете Она проехала 1600 километров от Москвы 1650, если быть точнее И ни разу ничего в ней не сломалось Вот это удивительно Как зеленка Я ее прозвал зеленкой Вот такая она у нас Она доехала и безо всяких проблем Замочки теперь все открываются Но кроме той двери Здесь ручку мы смазывали, мы ее не меняли Ну, почти Посмотрите, какая красота Только лампочки все равно горят Тут надо датчик давления масла поменять Вот, да, вот он ниже находится Из-под него ручьем без масла Его выдавило, видимо Ну, ничего, поменяем черков К船цер До свидания Продолжение следует... 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 Сделали мы сидение Теперь она и спинка не ломается То есть она держит И сделали ее регулировку по длине Скажем не спинку, а саму сидушка Как она двигается продольно Тоже сделали, потому что там тоже были проблемы Это последнее видео по пятерке Которую я покупал у перекупщика Которая автошкольная пятерка Вчера я ее продал Продал с проблемами Как вы знаете, я на ней приехал в Чусовой Она меня довезла из Москвы Она у меня здесь была По сути она была куплена 16 сентября И здесь она у меня была Вплоть до 10 февраля 10 числа она продалась До этого времени я здесь на ней перемещался Ездил то в Пермь, то в Чусовой То еще что-то В общем была такая у меня разъездная машина Здесь, когда я сюда приезжал По своим делам В том числе на новогодние праздники И так далее Выставил я ее на продажу здесь Решил тоже поэкспериментировать Как и в случае с Семеркой Решил поэкспериментировать И выставил ее на продажу в Перми Выставил за 80 тысяч Как вы знаете, я ввалил в нее очень много денег Суммарно у меня получилось Там, ну, где-то покупал ее за 30 Получилось она мне обошлась Там 76 Плюс там еще 2 тысячи было эвакуаторов По мелочевке Ну пусть 80 тысяч, грубо говоря, она мне обошлась Я ее за эти деньги и выставил на продажу Но продал я ее всего лишь за Те же 30 тысяч, что и купил Последний день, в тот день, когда я ее уже продал С утра у нее лопнул радиатор печки Продалась эта машина Минус 50 Но, тем не менее У меня от пятерки только хорошие воспоминания Я в нее вложил душу, понимаете Вот я отдал ее людям Ребята там приехали, купили Много было После того, как лопнул радиатор печки Я снизил цену с 80 до 36 И продал в итоге за 30 Много было, кто звонил Говорит, давай за 10, за 15, за 20 заберу Но за 10, 15 и 20 я не отдал Отдал ровно за ту сумму, за которую я ее купил В Ивантеевке Ну вот, такой у нас с вами получился расклад Эта машина мне служила 16 сентября Вот, ну, до 10 февраля Получается, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь Февраль Ну, грубо говоря, там 5, да Месяцев она у меня была Чуть больше даже, наверное Ну, тем не менее Машинка мне понравилась Она очень хорошая Сделано там было действительно очень много И поменено масло, в конце концов С масляным фильтром Ну, делать радиатор печки я уже просто не стал Потому что, ну, посчитал, что это нецелесообразно И вот таким вот образом машинка Уехала к новому хозяину Уехала к новому взгляту С мало К нового взгляну Уехала к новому хозяину